На телеканале ОТС время новостей. В студии Александр Ширудилов. Добрый вечер. И прямо сейчас коротко о главных темах. Договорились, что в этом году коллеги выйдут на производство моделей с обновленным кузовом. С современным кузовом, что конечно же даст толчок для развития рынка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири. От модернизации трамваев до поступления сыров и колбас. Насколько вырастет товарооборот между нашей областью и Республикой Беларусь? Как обрезать яблоню, как украсить свой дачный участок и какой сорт земляники лучше выбрать? Об этом сегодня рассказывают в Краснообске на большой аграрной ярмарке. Морозостойкая клубника и новые способы борьбы с вредителями. Как извести паразитов на дачном участке с помощью масляной краски? Где-то подкрасить, где-то подварить, где-то подремонтировать. Потом ремонтируем буи. Ремонтируем, красим, штампуем номера. Навигация по Аби начинается уже в субботу. Что нужно успеть сделать капитанам и матросам? Сотрудничество с регионами. Делегация правительства Беларуси с рабочим визитом посетила столицу Сибири. Андрей Травников и премьер республики побывали на заводах. Новосибирске возложили цветы к монументу славы, посмотрели, как работает белорусская ярмарка в мегаполисе, а также обсудили новые проекты в торгово-экономическом развитии. Подробности о работе делегации узнал Андрей Баев. Новосибирскую область и Республику Беларусь, несмотря на расстояние в полконтинента, связывают долгие добрососедские отношения. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют кооперационные партнерские связи. У нас развиваются высокотехнологичные производства, в Беларуси машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность. Сотрудничество крупнейшего мирового производителя карьерной техники БелАЗ, белорусского автомобильного завода и новосибирского СИБ электропривода. И отмечу, что только в прошлом году наши закупки продукции новосибирского предприятия выросли более чем в два раза. Например, совместные проекты есть в новосибирском заводе полупроводниковых приборов. Здесь собирают микросхемы, чипы и микропроцессоры, в том числе для военных целей. Я вообще сравниваю это оборудование как с автоматом Калашникова. Работает идеально, обслуживается достаточно легко. У нас это оборудование вообще 90-х годов выпуска на самом деле. И вот оно стабильно, хорошо работает, обеспечивает качество, обеспечивает все точностные характеристики. Не только сотрудничество в высокотехнологичном производстве. Жители Новосибирской области всегда рады ярмарке из Беларуси. Текстиль, трикотаж, консервированные изделия. Здесь же полюбившиеся сибирякам масло, сыры, мясная продукция и, конечно, сладости. Хотелось бы, чтобы наши фирменные магазины были тоже в вашем Новосибирске. Нашу продукцию любите, знаете. И мы безумно рады, что вы настолько нас встречаете. Спасибо вам за теплый прием новосибирцам. Ну а нам спасибо за наши вкусные конфеты. Очереди к прилавкам стали красноречивым ответом на вопрос премьер-министра республики, как идет торговля. Но вам надо не просто наторговать, уехать. Надо же договориться, чтобы поставки и дальше шли. Работа идет такая, проводится регулярно. Это главное. Спасибо. К перспективным проектам можно отнести создание в нашем регионе совместного предприятия по производству оборудования для животноводческих комплексов. Идет работа и по модернизации Новосибирского пассажирского парка. По маршрутам мегаполиса ездят белорусские низкопольные троллейбусы. Работает совместный цех по восстановлению и модернизации трамвайных вагонов. Теме трамваев есть безусловное преимущество. Это совместное предприятие Белкоммаш Сибирь, БКМ Сибирь. И договорились, что в этом году коллеги выйдут на производство модели с обновленным кузовом. С современным кузовом, что, конечно же, даст толчок для развития рынка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири. На повестке еще один важный вопрос – восстановление прямого авиационного сообщения между Минском и Новосибирском. В 2018 году такой опыт был, но по экономическим причинам рейс отменили. Сейчас стороны пытаются найти компромиссное решение, чтобы возобновить перелеты. Андрей Баев, Михаил Конышев, Борис Гладких, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Команда Новосибирской области заняла второе место на Дельфийских играх России. Соревнование талантливой молодежи в 2023 году принимал Саратов с 21 по 26 апреля. Наш регион представили больше 70 участников из 21 учреждения культуры и образования Новосибирской области. Состав делегации был сформирован по итогам отборочного тура еще в феврале. В Саратове новосибирцы выступили в 21 номинации из 33, завоевали 7 золотых медалей, заняли второе общекомандное место, уступив лишь хозяевам. Отмечу, за более чем 20-летнюю историю молодежных Дельфийских игр сборная Новосибирской области 6 раз выигрывала медальный зачет. Спасатели со всей Сибири пилят металл и оказывают первую помощь на Михайловской набережной. Профессиональные соревнования сотрудников МЧС – возможность не только увидеть зрелищные этапы, но и понять, с чем сталкиваются спасатели в работе. Тему продолжит Вячеслав Горланов. Специалисты будут перекусывать. Сделали каприолет. Давайте, 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 ручки выше! Важен порядок. Отключить аккумулятор, проверить наличие газового оборудования, накрыть людей. Далее можно бить стекла, срезать крышу и двери, оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь. Уложиться необходимо в 40 минут. Сегодня Новосибирск на этих соревнованиях принимает спасателей со всей Сибири. Здесь на соревнованиях проводим выбор лучшего, который поедет представлять Сибирь на соревнованиях всероссийских. Очень высокая ответственность быть лучшим в Сибири, поехать в Россию. Это хоть и соревнования, но все как при боевом выезде на ДТП. 11 автомобилей «Лада» настоящие, резать приходится в полную силу. Статисты, живые люди, сотрудники МЧС – легенда у каждой команды своя. Я был пассажиром, вон там водитель у него спрашивает. Ехали на дачу, выскочила машина, я не успел среагировать. Тренировки оттачивают действия команд, их слаженность. Денис отдал профессии 10 лет. На соревнованиях нагрузка огромная, но в реальной ситуации, говорит, еще сложнее. Сложнее на практике, когда уже настоящее ДТП произошло. Потому что надо следить за пострадавшими, за самочувствием, за их, и бороться за их жизнь. В прошлом году сотрудники МЧС региона спасли 114 человек, включая детей. Современные аварийные машины имеют все необходимые для этого инструменты. В обязательном арсенале спасателей находятся и ножницы, и расширители. Это и кусачки, это в обязательном порядке черные носилки. И даже, как это бы не звучало прискорбно, на всякий случай, черные мешки. Часть распиленных машин утилизируют, другие восстановят. А сотрудники МЧС уже завтра снова будут проверять свои навыки на практике. Соревнования продолжаются. Вячеслав Горланов, Алексей Зубило, новости ОТС. Навигация на АБИ стартует уже в ближайшую субботу, 29 апреля. Пассажирские перевозки от речного вокзала Новосибирска будут осуществлять по двум пригородным направлениям. До седовой заимки и тихих зорей. Как готовят фарватер и суда к открытию речных путей. В материале моих коллег. Отдачи, Мартова. Болотнинский район готовится встретить первые в этом году суда на реке Обь. Речные путейцы на теплоходе «Беркут» завершают подготовительные работы. Уже установлено 76 плавучих сигнальных знаков. Они предупреждают судоводителя о наличии опасностей, запрещают движение за пределами буя и указывают безопасное направление. Как всегда, какие-то мелочи нужно сделать. Где-то подкрасить, где-то подварить, где-то подремонтировать. Потом ремонтируем буи. Ремонтируем, красим, штампуем номера. В зоне контроля экипажа 50-километровый участок речного пути от деревни Усть-Тула до села Дубровина. Ориентиры в русле установлены. Красный цилиндрический буй, правая сторона речной дороги, белый, конусовидный, левая. У каждого знака личный номер. Судоводитель идет, допустим, ага, опа, а почему этот номер буи не соответствует шосскарте? И он начинает сразу, либо с нами связывается по возможности, либо уже определяет, на месте он стоит или не на месте этот номер. Любое отклонение от фарватера грозит грузовому судну посадкой на мель. Маршрут построен по навигационной карте, которая обновляется к каждому сезону судоходства. Изменения состояния русла речные путейцы фиксируют эхолотами и вносят в карту. Вода поднялась, но и мы поднимаем уровни. Ну то есть на перекатах вода соответственно увеличивается, уровень воды больше становится. И мы передаем эти же габариты выше уже. Вода начинает падать, и у нас, естественно, пады уровня начинают снижаться. И мы передаем меньше. Сегодня у речников завершающий этап подготовки к навигации. Экипаж устанавливает на плавучие знаки светосигнальное оборудование. Современные фонари ночью видно за 5 километров. Аккумулятора хватает на весь сезон. Кроме того, установлены световозвращающие элементы. При любой погоде буй не останется незамеченным. Работает он от внешнего источника питания. Включается он автоматически. Стоит фотоэлемент, так называемый. И по наступлению шомерек определенный, и он начинает срабатывать. Тогда загорается. Всего под контролем администрации Новосибирского района. Водных путей, гидросооружений и судоходства 307 километров речного пути. На участке от Новосибирска до устья реки Томь. Шесть экипажей теплоходов водных путейцев завершают подготовку речных дорог к открытию навигации. Александр Сульдин, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новости ОТС. Как защитить огород от вредителей и чем украсить сад? В Краснообске стартовала научно-практическая конференция «Сады земли сибирской». Для участников лектории и ярмарка. С дачными трендами познакомилась Екатерина Стывко. Колоски, сухоцветы и холщовая нить. В руках у детсадовцев набор юного флориста. На мастер-классе дети развивают мелкую моторику и знакомятся с сибирскими растениями. Аня Хвостова собирает букет для самого дорогого человека. Думаю маме дарить ее. Я его поставлю в вазу красивую. И пока дети постигают азы цветочного искусства, взрослые изучают бонсай. Как красиво, а главное функционально обрезать яблоню. Перевод, допустим, ветки с одной на другую должен быть правильный. Нельзя оставлять пеньки, нельзя оставлять какие-то там зазубрины, значит, задиры коры. То есть вот этого ничего нельзя допускать, потому что вот эти все вещи селятся потом в грибки. Как спасти срез от бактерий и паразитов, а дерево от вредителей, знает садовод Евгений Никулочкин. На ярмарку привез средства собственного производства. Сама история создания, она началась с того, что, допустим, свойства садового вара и масляной краски объединить как-то в одном составе. Здесь вот показано, как обработано все это дело. Вот оно стоит, имеет вот такую вот пленочку, которая не смывается, она там 2-3 года спокойно держится. Конференция научно-практическая. Свои разработки демонстрируют и сибирские ученые. Визитная карточка – районированные саженцы. В коллекции агрономов только одной земляники – больше восьми десятков сортов. Этот сорт называется «Королева Елизавета». Сорт районированный у нас. Вот уже у нее заложились цветоносы, то есть через неделю она уже зацветет. Это крупная ягода размером до 40-50 грамм. Сорт должен показывать стабильный урожай, хорошую перезимовку, устойчивость к вредителям, к болезням. Главная цель научной выставки – провести ликбез с садоводом, чтобы дачники не попадались на уловки рекламы. Бывали случаи у нас, что люди приезжают и спрашивают, скажите, пожалуйста, вот я 4 года назад купил сливу, она мне не плодоносит. Когда они привозят эту сливу к нам на полигон, и оказывается, что это ива. И на самом деле совершенно другое, что это купили. Ну а для тех, кто любит вкушать, а не выращивать, на выставке работает продовольственная ярмарка с товарами местных производителей. Екатерина Стывко, Евгений Павлов, Новости ОТС. Вы смотрите «Новости ОТС» далее в нашем выпуске. Только курс немного сжатый, а так сложности никаких, все объясняют доходчиво. Хорошие преподаватели, хороший коллектив, студенты, все отлично. А вот когда есть вот эти связи межпредметные и есть метапредметный подход, такой надпредметный подход, то, конечно, для ребенка это более целостная картина. Одно из частей, она так и называется, «Встреча Павлюса». Эдуард Николаевич, конечно, описал настроение до того времени абсолютно фантастическое. Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова продолжает набор юношей с 7 по 10 класс. Подробности приема на сайте и по телефону. Почти 20 тысяч человек из Новосибирской области сегодня написали диктант победы. Акцию «Единой России» в этом году проводят в юбилейный пятый раз. За несколько минут участникам предстояло ответить на 25 исторических вопросов. Справились ли новосибирцы, узнала Рута Келлер. Небольшой инструктаж на путственные слова и старт дан. 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов. И так на каждой из 463 площадок. Сегодня новосибирцы пишут диктант победы. К мероприятиям, которые объединяет абсолютно всех. Независимо от возраста, от статуса, от социального положения, от партийной принадлежности. То есть память о Великой Отечественной войне, которая зашла в дом каждого советского человека. Первый победный тест провели в 2019-м. Пять лет назад его писали 3000 человек. Сегодня количество участников почти 20 тысяч. Темы Великой Отечественной, блокада Ленинграда, Нюрнбергский процесс и освобождение Донбасса. Вопросы готовили историки, тщательно подбирая даты, события и героев. То есть это действительно надо, ну чтобы вот сегодняшний тест пройти, на самом деле надо достаточно глубоко знать историю Великой Отечественной войны. Но по крайней мере, как я всегда говорил, посмотрев эти вопросы, я теперь обязательно перепроверю свои ответы. И уже буду точно знать через день-два правильные ответы. Обрабатывать каждый бланк будет компьютер, поэтому ответы необходимо заполнять исключительно черной пастой. Синюю машину не распознают и будет считаться ошибкой. Но эти тесты не за оценку в журнал, не за первые места, хотя обязательно будут победители и дипломы. Скорее для того, чтобы как можно больше людей помнили, кто, когда и каким нелегким трудом привел нашу страну к победе. Рута Киллер, Евгений Павлов, Новости ОТС. Чтоб героя помнил каждый, им в Куйбышеве открыли обновленную мемориальную доску Павлу Степановичу Урюпину. Герой Советского Союза отличился при форсировании Дуная, был участником парада победы в Москве. История выдающегося сибиряка в материале моих коллег. Новая мраморная доска заняла место на фасаде дома, где жил герой Советского Союза Павел Степанович Урюпин. Среди тех, кто поддержал идею реставрации устаревшего памятного знака, дочь фронтовика Любовь Павловна. Когда помнят, это всегда приятно. Это всегда приятно. Пока помним, значит живем. На фронт Павел Урюпин попал в декабре 1941-го. Сначала наводчиком зенитного орудия участвовал в Сталинградской битве. Затем разведчиком в освобождении Донбасса, Юга Украины, Венгрии, Чехословакии и Австрии. При форсировании Дуная в декабре 1944-го Павел Урюпин после гибели командира взял командование на себя. Был ранен, однако смог довести операцию до конца. Его группа взяла в плен шесть вражеских солдат. Тогда же он получил звание Героя Советского Союза. Всего было удостоено звание Героя Советского Союза 11 696 человек. И особо берет гордость за то, что шесть человек Героев Советского Союза с нами родились, выросли на нашей исторической земле. Память о наших героях будет жить вечно в наших сердцах. Памятный знак на доме, где жил фронтовик, установили несколько лет назад. Со временем он устарел. Заменить его на новый предложили местные активисты. Территориальное общество «Надежда», победив в конкурсе общественных стартапов, получило грант, на средства которого изготовили мемориальную доску. Материальную помощь оказали неравнодушные земляки. Хочется поблагодарить руководителя ТОС Марии Николаевны Тархину за инициативу, за активность, за то, что удалось с помощью этого проекта обновить мемориальную доску. Мы с большим уважением относимся и к ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня на территории Куйбышевского района осталось у нас всего четыре ветерана Великой Отечественной войны. Будем поддерживать и родных, и близких. Юно-армейцы отряда имени Павла Степановича Урюпина накануне привели в порядок могилу фронтовика. Этим самым мы, безусловно, на территории ТОСа привлечем внимание молодого поколения к реализации мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи. И сегодня, я думаю, что это послужит хорошим примером для увековечивания памяти земляков и установления мемориальных досок на объектах, на жилых домах, на где-то социально значимых объектах. На заслуженном отдыхе Павел Степанович возглавлял комитет по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Достойным примером для многих поколений он остается до сих пор. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости УТС. В Новосибирске группа экспертов обсудила будущее военного городка. Целый комплекс построек, представляющих историческую и культурную ценность, стоит без ухода, и его постепенно уничтожают вандалы. Кроме того, зарастают бурьяном и несколько важных памятников сибирским военнослужащим. Совет экспертов считает, что всю эту территорию стоит превратить в крупный военно-исторический комплекс. Для этого они уже составили письма как руководителям нашего региона, так и главам федеральных министерств. Подобные военные городки на протяжении всей Транссибирской магистрали с разрушением Советского Союза, с переходом от социалистического строя в капитализм, вдруг одновременно военные объекты подверглись разрушению. Это разрушение происходит до настоящего времени. Нам повезло, мы имеем более сохранившийся парк, исторический. Обучают профессии с нуля. Специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса готовят в Новосибирском машиностроительном колледже. За два месяца слушатели получают не только теоретические, но и практические знания. Екатерина Новгородцева расскажет подробности. В аудитории шесть станков, за каждым работают два человека. Это практическая часть курса подготовки специалистов для промышленных предприятий. Две компетенции – токарь и оператор станков с программным управлением. Пока все просто. Только курс немного сжатый. А так сложности никаких. Все объясняют доходчиво. Хорошие преподаватели, хороший коллектив, студенты. Все отлично. На обучение слушатели попали из центров занятости населения. Всего за два месяца они получат все необходимые для работы навыки. А в завершении программы пройдут производственную практику на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. После чего смогут устроиться туда по специальности. Обучение здесь заключается тем, что здесь идет целенаправленная подготовка именно по запросам машиностроительных предприятий нашей области. То есть эти программы согласованы с работодателями. И, соответственно, изучается только узкая направленность для будущей работы на тех рабочих местах, которые заявлены нашими работодателями. Государственная программа содействия занятости позволяет обучиться почти 80 приоритетным профессиям. Дополнительное образование доступно гражданам, у которых нет специальности, тем, кто не может найти работу из-за нехватки навыков или чьи знания не соответствуют профилю. В связи с возрастающей потребностью работодателей в кадрах, Министерство труда и социального развития считает приоритетным направлением организации обучения, переобучения, повышения квалификации взрослого населения. Если мы говорим про те профессии, для которых организовано обучение именно в этом колледже, токаря, оператора станков с программным управлением, то на сегодняшний день порядка 300 работодателей нуждаются в таких работниках. В этом году обучение по разным специальностям за счет средств областного бюджета пройдут 2000 безработных граждан. Екатерина Новгородцева, Александр Миняйло, Новость ОТС. Заинтересовать ребенка и помочь ему увидеть общую картину мира. Такие задачи перед собой ставят учителя, которые сегодня принимают участие в научно-практической педагогической конференции. Преподаватели применяют метапредметные технологии, добавляют в образование творчество. Как это влияет на результат, узнала Наталья Цопина. Хор «Семиклассниц» — победитель областного фестиваля. Сегодня открывает конференцию. Девочки не только отлично поют, каждая умеет играть на каком-либо инструменте. В прошлом году получили диплом музыкальной школы. Предметы художественно-эстетического цикла помогают всестороннему развитию школьников, учат разбираться в культурном пространстве. Еще один секрет успеха — метапредметные технологии. Изучили что-то на истории, похожую тему изучили на литературе, но никак у ребенка это не соединяется, что это одно и то же явление. Часто очень ребенок об этом не задумывается. А вот когда есть эти связи межпредметные и есть метапредметный подход, такой надпредметный подход, то, конечно, для ребенка это более целостная картина. Как соединить межпредметные связи с федеральными госстандартами? Что такое смысловое чтение и какой может быть мотивация учебной деятельности? Сегодня эти вопросы обсуждают в 168-й школе Мегаполиса. Участие принимают не только учителя Новосибирска. Омск, Магнитогорск, Санкт-Петербург, Барнаул, Иркутск. Доглад из Красноярска — творческая среда школьного театра. Возможности и ресурсы. Пусть не каждый хочет стать актером, но театр помогает всестороннему развитию. Это могут быть разные формы театральные. Это может быть даже театральная студия небольшая, это может быть литературная гостиная, это может быть, предположим, лаборатория театральной профессии. Вот на каких-то минимальных таких шагах вовлечься в театральную среду, ну, конечно, до уровня спектакля. За рубежом решают те же вопросы. Доклад из Германии Людмила Лейпсон по видеосвязи рассказывает об эвритмии, искусстве художественного движения. В Новосибирске тоже синтез искусства в фокусе внимания. Это позволяет увлечь школьника. Это позволит ему связать живопись и музыку, например, связать какие-то моменты своей жизни с достижениями цивилизации. Самое сложное, наверное, уместить всё это в один час и зуб по программе. Говорят, что в Японии занимаются ребятишки рисованием каждый день. И это даёт очень хорошие результаты. Два десятка докладов обменяться опытом, чтобы учить детей с новыми силами. В 2006 году победитель конкурса «Учитель года» Андрей Геннадьевич Успенский сказал, что работа учителя – это работа разгоняющего в бобслее. Мы запускаем процесс, и от того, насколько мы подготовлены к этому запуску, зависит и результат. Не всегда можно увидеть здесь сегодня и сейчас. Но когда проходят 10, 15, 20, 30, уже 40 лет, могу сказать, и приходят к тебе ученики, и они читающие, думающие, мыслящие, состоявшиеся, наверное, разгоняющие, что-то сделал, среда была создана. Материалы конференции традиционно издают. В этот раз сборник посвятят году наставника и педагога. Наталья Цопина, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Окунуться в сказочный мир могут и взрослые, и дети, ставшие посетителями выставки, открывшейся в Новосибирском государственном художественном музее. Уникальная экспозиция сочетает в себе произведения искусства самых разных жанров. Здесь и скульптура, и живопись, и графика от 13 ярких художников, считающихся именитыми мастерами современного искусства. Всего вниманию посетителей предстанут 53 работы, героями которых стали сказочные персонажи. Мифология, история, литература – все это объединили художники, применили разные техники и приемы от иллюстративных до аллегорических, предоставив взору даже самого искушенного зрителя знакомые сказочные образы, но в совершенно необычном исполнении. Выставка «Всякие сказки» работает до 4 июня. Действует пушкинская карта. Музыка Эдуарда Артемьева к кинофильму «Нюрнберг» прозвучит 30 апреля в Новосибирске на сцене Государственной филармонии. Это последнее произведение, написанное знаменитым композитором, ушедшим из жизни в конце прошлого года. Фильм «Нюрнберг», как известно, уже вышел на экраны, но в концертном исполнении это будет премьера. Подробности в сюжете Дмитрия Иванова. Полгода назад новосибирские зрители встречали земляка Эдуарда Артемьева овациями. Это было одно из самых запоминающихся событий 2022-го. Композитора поздравляли с наступающим 85-летием. Он говорил о творческих планах, но так получилось ушел из жизни в декабре прошлого года. Музыка к фильму «Нюрнберг» стала последней работой Эдуарда Артемьева. Сохранились уникальные съемки, как он участвует в записи этой композиции. Но в концертном варианте со сцены сочинение прозвучит впервые в исполнении Сибирского фестивального оркестра. Технически оно несложное. Конечно, оно очень динамичное произведение, потому что одной из частей, она так и называется, «Встреча Павлюса». Эдуард Николаевич, конечно, описал настроение до того времени абсолютно фантастически. Поэтому я с огромной радостью всех приглашаю прийти на этот концерт и в первую очередь отдать дань памяти нашему великому сомневеннику и послушать живьем эту уникальную музыку. Помимо музыки Артемьева, в концерте 30 апреля прозвучат произведения еще двух великих композиторов. Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна исполнит Михаил Симонян. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Хачатуряна, и в архивах сохранились уникальные кадры, как автор знаменитых танцев саблями и вальса больше полувека назад выступает в Новосибирске. Вспомнят в Большом зале филармонии и русского композитора Сергея Рахманинова. В этом году 150 лет со дня его рождения. Музыку Рахманинова исполнит пианист Александр Романовский. Еще недавно Романовский преподавал в Королевском колледже Лондона, но лишился этой работы из-за того, что выступил с концертом, освобожденным в Мариуполе. Перед приездом в Новосибирск Романовский записал обращение к зрителям. Очень скоро я прилечу в Новосибирск. Для меня это особо приятно, потому что в Сибири я уже бывал, но в Новосибирске я окажусь впервые. И с сибирским фестивальным оркестром мы исполним второй концерт Сергея Васильевича Рахманину. Я приглашаю вас всех на наш концерт 30 апреля в концертном зале имени Арнольда Катца. Приходите. Дмитрий Иванов, Новости ОТС. На сегодня это все темы. Оставайтесь с нами в эфире и в группе ОТС Горсайт ВКонтакте. До встречи. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды Девелопервира. Лидер по объему введенного жилья по итогам прошлого года. По информации, предоставленной управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопервира. Прогноз на 28 апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Ветер западный 3,8 метра в секунду с порывами до 16. Влажность 40%. Температура ночью плюс 15-17, а днем до плюс 24. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. В субботу плюс 8-10, в воскресенье до 4 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова